ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Никто не хочет, чтобы мы были. Как можно туда смотреть, в ту сторону вообще, и ещё их поддерживать? Я не имею в виду людей, народ. Но я имею в виду всех, кто против нас. Это же абсурд какой-то. Не знаю, чем больше это происходит, тем больше я люблю... Я люблю Россию. Я люблю, что я россиянка. Я люблю... И если бы мне было поменьше лет, я бы тоже поехала туда, понимаешь? Поехала бы. Прямо... Да, ну, учили бы. Ну, бинтовала там, я не знаю, раздавала, а может, стреляла. Я бы поехала бы. Ой, я такая патриотка сейчас вообще. Но вообще вот это ценить каждый день, это, наверное, действительно познается в сравнении, когда ты понимаешь, что там сейчас кому-то очень плохо, холодно, кто-то сражается. Не говори, не говори. Да, горят дома. И действительно, понимаешь, совершенно по-другому начинаешь относиться к этой жизни. Да, становится немножко стыдно, понимаешь, иметь всё. Да. А они сидят там, мальчики. Мальчики. Не помыться, не пописать. Это катастрофа. Поэтому, когда ты говоришь про разные позиции, не может здесь быть разной позиции. Здесь позиция одна. Получается, все, кто не с нами, все против нас. А так и есть. А так и есть. Ну, ничего не придумаешь. Знаешь, я думаю, что это вот закончится очень скоро. и прям вот как вот с этой эпидемией она закончилась ни с того, ни с сего, так и это закончится. Поскольку, да, сейчас смешно, наверное, буду выглядеть, но неважно. Америка уже нацелилась на Китай. С Китаем война у них должна начаться, так им кажется. За Тайвань они будут воевать. Украина вообще им нафиг не нужна будет. Они скинут её просто вот в секунду в одну. Вот что будет, мне кажется. И пойдут дальше. Да, здесь не вышло. Здесь уже не вышло. А уже не вышло? Я думаю, да. А вот в связи с тем, что ты высказала свою позицию, своё отношение, изменилось ли какое-то отношение коллег к тебе? Нет, мне не важно. Мне важны мои партнёры, которых очень многих я очень люблю, ценю высочайшим образом. И я знаю, что они думают иначе. Ни разу никто не высказывался на эту тему. Ни разу. Ну вот когда сказали, что очень трудно жить во времена перемен, для меня это долго не доходило. Теперь я понимаю всю катастрофу этого, вот этого состояния, вот этого периода. Люди все растерянные. Такой хаос сейчас. И в головах, и в поступках, во всём. Никто не знает, как правильно. Но правильно только то, что мы живём здесь, в этой стране. И на эту страну пошли войной почти весь мир. У меня, например, нет желания ехать за границу сейчас. Ну куда-то можно поехать. У тебя же домик какой-то есть в Италии. Давно там была? Очень давно. Но, честно тебе скажу, я не хочу никуда ехать. Я в этом году поехала отдыхать в Абхазию. Боже, какой рай. Мой, какая красота. Чистое море. Ну мне очень понравилось. Если я ещё поеду туда. Никакой мне за границей не надо. Я не хочу. Не хочу. Всё, хватит. Покуражились. На Украине у тебя кто-нибудь остался из друзей? Друзей, да. У меня осталась замечательная семья. Рита. С которой я дружу вообще, не знаю, с юности самой чудесной. А в каком она городе живёт? В Одессе. И я, нет, я не звоню. Я боюсь за них. Боюсь. И они мне не звонят. Наверное, за меня боятся. Понимаешь? Ты всё-таки веришь в то, что с тобой связь у них не потеряна? То, что они всё-таки, вот когда всё разрешится, они позвонят тебе. И я позвоню. И я позвоню. Я позвоню всех русских. Всех. Нет, 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 нет. Нет, они не такие. Они, ну, с головой у них всё в порядке, я думаю. Хотя у меня есть одна приятельница из Финляндии. Они очень хорошо живут там. Они программисты. Очень давно там живут. Умнейшие люди. Началось это дело. Я ей звоню. А Катя очень любит поговорить. Прямо вот без конца её пока там не остановишься. Вот. Я позвонила. Говорю, Катя, ещё когда можно было поехать в Финляндии? Я говорю, слушай, у меня есть две недели. Когда я не понимала, куда. Говорю, посмотри, вот там вот у вас есть такие домики деревянные прямо на море. Узнаю, можно ли туда поехать и сколько стоит. На что мне было сказано? Я ничего не знаю. И повесила трубку. Я думаю, нифига себе. Это человек, которого нельзя было остановить. У неё поток со мной был всегда. Тогда я подумала, какое это великое влияние вот эта пропаганда. Я не ожидала, что ум отсыхает. Таня, а если бы ты встретилась с президентом, если бы сегодня ты разговаривала с президентом, ты бы ему что спросила у него или сказала что-то. Пожелать я ему хочу 800 лет жизни, чтобы он увидел плоды своих трудов. Вот что хочу пожелать. Потому что они есть. Потому что мы живём спокойно. Мы можем обсуждать, мы можем ругаться, мы можем высказываться, но мы живём. То есть полное ощущение, что мы в порядке. У нас нет паники. Страна живёт. Всё производится. Ты где-то говорила о том, что за этот год твоя жизнь изменилась к лучшему. Что тебе дал этот год? Этот год мне дал расставить правильные акценты. Что важно, что не важно. Жить сегодня, сейчас. Я могу поддержать. Я могу отдать, если надо. Понимаешь? Я очень многое могу. А главное, что я ценю то, что есть, и я хочу жить. Тебе ещё надо всех внуков. Значит, внучку ещё довести до школы. Внуков поступить в институт. А как же. Женить. Кстати, удалось переехать в Россию. Да, ты знаешь, у нас огромные вообще победы и праздник. Да, мама привезёт нам сначала одного младшего, Гришу. И он будет здесь учиться. Следующий этап приедет, Гваня. А почему вы приняли такое решение, чтобы они из Германии приехали в Россию учиться? Они хотят. Они же знают, что разница есть между Берлином и Москвой. Она есть. Но им ничего не надо. Но я смотрю, что ты сделала всё для того, чтобы у тебя были в порядке. И дети, и внуки. И ты работаешь. Всё сделать невозможно, но кое-что. Максимально. Да. Максимально. Максимально. Продолжение следует...